добрый день дорогие друзья я вас приветствую на нашем очередном вебинаре которая называется биорезонансная коррекция заболеваний щитовидной железы и женской эндокринной системы тема очень интересная и важная очень часто удивляясь нарастающему ухудшение самочувствия и примеряя на себя тот или иной диагноз люди даже не представляют что виновницей всего этого является маленькая щитовидная железа которая относится к органам эндокринной системы именно здесь происходят те изменения которые заставляют человека испытывать беспокойство и непонятное состояние ее еще называют щитом нашего организма и даже в переводе с древнехреческого само название кириус это щит она является генератором жизненной энергии которая снабжает этой энергией весь наш организм щитовидная железа относятся к железам внутренней секреции также как гипофиз гипоталамус пара щитовидная железа надпочечники половые железы и часть поджелудочной железы гормоны щитовидной железы необходимы для синтеза белка и секреции гормона роста они способствуют утилизации глюкозы клетками стимулируют работу сердца дыхательного центра усиливают жировой и жировой обмен и обмен в целом достаток гормонов щитовидной железы часто выражается в самых разнообразных недомоганиях характерно нарушение обменных процессов то есть влияние на вес и конечно же страдают наши эмоции щитовидной железой вырабатывается три гормона три йод тиранин тироксин и кальцитонин первые два гормона контролируют обмен веществ и энергии процессы роста созревания ткани и органов клетки ци клетки которые расположены также щитовидной железы секретируют кальцитонин это один из факторов регулирующих обмен кальция в клетках участник процессов роста и развития костного аппарата наряду с другими гормонами как избыточная так и недостаточная функция активность щитовидной железы является причиной разнообразных заболеваний некоторые из которых могут вызывать побочные эффекты в виде системных дистрофий или наоборот ожирения для диагностики нарушений функции щитовидной железы исследование показывает показатели t3 t4 ttg и алтоиммунный процесс кровоснабжение железы весьма обильная после того как артериальная кровь отдает питание кислород тканям щитовидной железы она забрав углекислоту гормоны и другие метаболиты собирается в маленьких фенах которые сплетены под капсулы щитовидной железы лимфатический отток щитовидной железы обеспечен хорошо устроенной лимфатической системой сосудов пути лимфооттока имеет значение в онкологии раковые клетки могут метастазировать с током лимфы щитовидная железа имеет как симпатическую так и парасимпатическую иннервацию и она осуществлена нервными волокнами вегетативной нервной системы несмотря на небольшие размеры данной железы а весит она всего 20 или 60 грамм весь объем крови организма протекает через нее за 15 минут то есть течение часа щитовидная железа фильтрует кровь четыре раза а в сутки 96 раз такой мощный кровоток через эту железу имеет глубокий биологический смысл щитовидная железа является фильтром нейтрализующим токсины и уничтожающей паразитические формы жизни при помощи активного йода путем окисления и превращения в неактивные соединения щитовидная железа расположена рядом с миндалинами трахеи бронхами глоткой и иметь с ними общую лимфатическую систему при различных видах тестирования организма в частности в рт или брисе обнаруживается самые разные возбудители щитовидной железы это могут быть вирусы такие как херпес цитомигаловирус коронавирус энтеровирус экхавирус также могут быть бактерии стафилококи стрептококи простейшие частности трихомонады самые различные грибки личинки глистов аскорит таксокар трихинел и хинококов и другие все эти микроорганизмы способны проживать щитовидной железе а при сниженном иммунитете разрушать ее ткань и очень удивительно что роль микроорганизмов и личинок глистов при заболевании щитовидной железы до сих пор не рассматривается в официальной медицине щитовидная железа вырабатывает гормоны т3 т4 основная роль которых комплексная энерго регуляция организма щитовидная железа это диспетчер нашего организма влияющий на все системы эндокринную иммунную нервную на психику и уровень обмена веществ стресс надпочечники страдают последовать нам надпочечники щитовидная железа и все это приводит к развитию гипо или гипертиреоза при всяком заболевании физической или эмоциональной нагрузки стрессах происходит быстрый выброс гормона почечника адреналина это позволяет значительно увеличить физические возможности организма но вместе с тем для преодоления этих нагрузок организму нужна и энергия и вот нервная система подает команду щитовидная железа начинает выработку гормонов высвобождающих запасы энергии в организме что же происходит железе при стрессе при хроническом стрессе или психо эмоциональной нагрузки возникновение в подкорневых структурах устойчивого очага возбуждения расходуется фенилаланин и тирозин потребность которых резко возрастает поскольку из этих же аминокислот вырабатывается и гормоны щитовидной железы т3 и т4 то возможен вариант снижения синтеза этих гормонов и явление гипотиреоза при хроническом стрессе в течение длительного времени ткани железы истощается особенно если есть еще и йод дефицит и недостаток селена что также может привести к симптомам гипотиреоза но возможен и другой вариант при значительных резервах адреналина в ответ на стресс и психическую травму щитовидная железа вырабатывает повышенное количество гормонов щитовидной железы т3 и т4 помогая надпочечников преодолеть стресс в данном случае на лицо будут симптомы гиперфункции гипертиреоза эти два казалось бы диаметрально противоположных диагноза имеют общую причину стресс развивающийся патологический процесс отражает лишь особенности метаболизма или обмена веществ конкретного человека ситуация когда гипертиреоз меняется гипотиреозом естественно и понятно однако именно это ставит очень часто доктору эндокринологов в тупик и необходимо знать что гормональная заместительная терапия при гипофункции щитовидной железы приводит к атрофии ее ткани а гормонодепрессивная терапия разрушает всю эндокринную регуляцию организма и приводит непредсказуемым тяжелым последствиям велика роль и печени в функции щитовидной железы после выполнения своих функций гормоны щитовидной железы инактивируются именно в печени а также в мозговом мозговых тканях и почках печень является основным регулятором периодных гормонов крови а щитовидная железа всего лишь их поставщиков инактивированные гормоны попадают в желчь кишечник и выводится из организма и при нарушении метаболической и антитоксической функции печени разрушение гормонов щитовидной железы печени не происходит концентрация их крови нарастает вызывает симптомы гипертиреоза и тиреотоксикоза и важнейшим этапом лечения любых заболеваний щитовидной железы это улучшение функции печени мы должны не только восстановить работу печени и провести детоксикацию всего организма но и восстановить капиллярное кровообращение а также бороться с паразитами это главная и неотъемлемая часть лечебного процесса без которого восстановление функции щитовидной железы просто невозможно нередко мы сталкиваемся и с узлами щитовидной железы присутствие узлов щитовидной железы очагов фиброза соединительной ткани увеличение железы доктор должен оценивать как адаптивную перестройку ткани железы в ответ на недостаток обеспечения гормонов а также на присутствие каких-то токсических компонентов или паразитов научные исследования не доказали перерождение узлов щитовидной железы в злокачественные опухоли но если мы зададим вопрос возможно ли образование злокачественной опухоли в щитовидной железе то ответ будет утвердительным как и в любой другой ткани при наличии условий гипоксии когда клетки вынуждены переходить на анаэробный путь получения энергии поэтому здесь возможно тоже и злокачественные образования к сожалению и поэтому наблюдение как за узлами а также регенеративное восстановительное лечение намного лучше чем ежедневный прием гормонов или операция на всякий случай нередко мы сталкиваемся и с аутоиммунным тиреоидитом любые аутоиммунные процессы в организме не являются какой-то ошибкой иммунной системы они всегда вторичны носят приспособительный характер имеют понятный биологический смысл и направлены на исправление патологии при ликвидации этиологического фактора а это могут быть паразиты погибшие клетки чужеродные белки аутоиммунный процесс обрывается официальная медицина ошибочно считает что антитела которые вырабатывают клетки иммунной системы лимфоциты при аутоиммунном тиреоидите повреждает ткани щитовидной железы количество функциональных клеток при этом уменьшается связи с этим даже введены термины такие как тиреоидные антитела и цитотоксическое действие подразумевается также что в результате воздействия антител щитовидной железы развивается воспаление для восстановления работы щитовидной железы необходимо ликвидировать причины этого состояния для полного излечения гипо или гипертириоза необходимо ликвидировать основные причины такие как стресс надпочечниковая недостаточность иммунный дефицит загруженность мисклеточного матрикса токсинами и шлаками улучшить работу печени устранить дефициты витаминов а е с группы в дефициты микроэлементов и дефицит в воде организма давайте подробно рассмотрим влияние витаминов на работу щитовидной железы вследствие того что ткани щитовидной железы имеет обильное кровоснабжение является активным фильтром нейтрализации токсинов и чужеродных паразитических форм она нуждается высокоэффективных веществах обеспечивающие ее антиоксидантную защиту конечно же такую защиту могут дать целый ряд витаминов частность витамин c участвует в синтезе коллагена обеспечивает прочность сосудов и капилляров при дефиците витамина c возникает кровоизлияние ткани щитовидной железы а впоследствии могут формироваться рубцы и соединенные тканные узлы витамин c нейтрализует токсины восстанавливает функции иммунной системы является превосходным противомикробным препаратом является антиоксидантом защитником клеток от различных повреждений следующий витамин витамин а обеспечивает защитную функцию слизистых оболочек органа в том числе носоглотки ухо пазух носа трахеи и других органов имеющих щитовидной железой общую лимфатическую систему и косвенно защищает ее от проникновения вирусов и бактерий именно из этих органов витамин е защищает печень от повреждений именно печень нейтрализует отработанные гормоны щитовидной железы и витамин е необходим для выработки всех гормонов в нашем организме которые при ее дефиците начинают быстро разрушаться что в значительной степени относится к териотропному гормону при дефиците витамина е ткани щитовидной железы разрушается и превращается в рубцы нарушается усвоение йода и выработка тироксина и триотиранина образуется диффузный или узловой зуб витамин е в сочетании с йодом способен излечить как гипо так и гиперфункцию щитовидной железы он также защищает от разрушений антиинфекционный витамин а которая обеспечивает защитную функцию слизистых оболочек тех органов которые имеет с щитовидной железы общую лимфатическую систему я уже об этом говорила инфекционные агенты слизистых оболочек проникают в щитовидную железу и вызывают в ней различные воспалительные процессы конечно же важно микроэлементы о йоде мы много с вами слышали йод необходим для синтеза гормонов т3 т4 клетки щитовидной железы при недостатке йода разрушается и замещается рубцовой ткани но не менее важны и еще целый ряд микроэлементов это кобальт это медь это марганец это стронций цинк и кремний и для того чтобы проводить коррекцию работы щитовидной железы обязательно нужно добавлять или включать прием этих микроэлементов и витаминов в наши коррекционные программы и так как именно этиология связана с присутствием того или иного возбудителя или паразита в организме является причиной которая запускает нарушение или нарушает работу щитовидной железы то конечно антипаразитарные комплексы должны быть обязательны спектр антипаразитарных программ определяется диагностикой это могут быть лабораторная диагностика но более точная конечно же биорезонансная диагностика или верты и сканер бриз при значительной паразитарной загруженности организма начинать необходимо с детоксикационных и регуляторных комплексов в первую очередь необходимо устранить наиболее агрессивный паразитарный фактор по показаниям мы можем использовать поэтапную очистку от гельминтной инвазии до вирусного отягощения мы с вами подробно уже не раз говорили об этом о детоксикации поэтапной и сейчас я не буду еще раз об этом повторять в эти логические программы мы обязательно конечно добавляем детоксикационные программы программы направленные на вывод тех токсинов которые образовались это детокс лимфы и межклеточного пространства или межклеточного матрица очистка крови и плазмы это общая программа по детоксикации эта программа направленная на очистку лимфатической системы на детоксикацию печени дренаж лимфы элиминация токсинов аутоинтоксикации детоксикация при химическом поражении и при интоксикации интоксикации тяжелыми металлами по показаниям мы можем использовать и другие программы из раздела детоксикации и инфекционной реакции первые три-четыре недели то есть месяц мы эти программы можем ставить ежедневно иногда даже несколько раз в день зависимости от остроты процесса затем можем длительно сохранять их в режиме два-три раза в неделю но обязательно при соблюдении хорошего и достаточного питьевого режима в общий комплекс по детоксикации мы добавляем также программы направленные на улучшение работы тех органов которые за это отвечают это режим почки почки контрольные частоты почки активация глубокая очистка организма обычная или специальная у нас есть две такие программы детоксикация организма это комплекса находятся в разделе авторские комплексы раздел детоксикации очень важно регулировать кислотно-щелочное равновесие и по показаниям мы можем добавлять программы из раздела гепатология регуляция гепатобилиарной системы энтероколит синдром раздраженного кишечника то есть по проявлению эти программы лучше использовать в часы активности меридиана печени и желчного пузыря я говорю именно о последних программах направленных на улучшение работы печени и желчного пузыря это время с 3 с 11 часов вечера до 3 часов ночи так как это не очень удобно то можно включить их просто вечерний комплекс программ начале лечения мы также или в начале коррекции мы проводим ежедневные курсы затем 2-3 раза в неделю то есть как бы поддерживающие длительно также соблюдая питьевой режим не обойдемся мы из и без регуляторных программ которые направлены на поддержание наших органов и систем так как патологии щитовидной железы может проявляться самым разным образом то поэтому нам нужно и активная защита направлена на улучшение или на поддержку нашей иммунной системы также как программа иммунная защита нам нужна программа регулирующая работу желудочно-кишечного тракта в целом поджелудочная железа контрольные частоты и другие программы которые есть в нашем программном обеспечении которые касаются улучшения работы поджелудочной железы режим кровообращения регуляция сердца селезенка тимус тоже направленные на улучшение иммунной системы селезенка еще и лимфатическую часть выполняет антистресс так как очень сильно сказывается патология щитовидной железы на наших эмоциях по показаниям мы можем дополнять наши регуляторные комплексы теми программами которые необходимы и применять их достаточно долго вплоть до трех шести месяцев но с небольшими перерывами мы об этом тоже с вами уже говорили на одном из вебинаров для поддержания достаточного количества энергетического для поддержания должного количества энергии в организме и для улучшения психоэмоционального нашего состояния нам нужны и данные программы это раздел витализации энергии и витализации эта программа симчак эта программа витализация контрольной частоты энергия жизненная энергии циркуляции есть там вход выход поток то есть мы можем все эти программы поставить шумонорезонанс центр радости антистресс проблемы сна и по симптомам то что у человека есть если есть страх и депрессия значит мы можем поставить эти программы если присутствует беспокойство можем поставить эту программу у нас достаточно хорошо представлен раздел психологии и вот именно из этого раздела мы будем выбирать эти программы но нам нужно и отрегулировать вегетативную нервную систему как симпатическую так и парасимпатическую периферическая нервная система центральная нервная система регуляции нервные проблемы контрольные частоты то есть опять таки комплексно мы должны подойти к проблеме потому что при патологии щитовидной железы страдает практически весь наш организм и соответственно восстанавливать мы также должны весь организм ну и наконец очень важная программа которая находится непосредственно в разделе эндокринологии это программы регуляции женской мочеполовой системы гормональный баланс женщины почему именно женщины потому что именно чаще всего это патология все-таки а бывает у женщин и это связано с физиологическими особенностями женского организма мы должны поставить программу щитовидная железа регуляция зависимости от того что это гипо или гиперфункция если это аутоиммунный процесс в виде аутоиммунного тиреоидита соответственно мы ставим эту программу и добавляем аутоиммунные заболевания мы можем поставить про щитовидные железы обмен веществ в том числе ожирение если есть такие показания баланс кальция фосфора натрия калия магния дефицит а также регуляция микроэлементов в целом добавляя туда программы содержащие частоты данных микроэлементов селен медь марганец кобальт цинк кремний и йод и конечно при этом важно не просто поставить программу а чтобы человек еще и пополнял запасы этих микроэлементов продуктами питания или биологически активными добавками а программа будет усваивать способствовать усвоение лучшему усвоению от того что человек принимает эндокринные железы регуляции эндокринные железы контрольные частоты надпочечники нарушения важно центральная регуляция в виде нейроэндокринная система регуляция гипофиз гипоталамус все это мы ставим наши комплексы не лишние будут и программы из направления инсайт то ли то есть целебные звуки молитву мантр различных аффирмаций очень хорошо света и светотерапия все это в комплексе приведет к восстановлению к правильной работе к правильной выработке в должном количестве тех гормонов которые вырабатывает наша щитовидная железа и соответственно к восстановлению организма в целом организм женщины очень подвержен действию гормонов основные гормоны основной регулирующей роль выработки гормонов выполняет главный наш король эндокринной системы которая называется гипофиз и гипоталамус именно здесь вырабатывается те гормоны которые влияют и на остальные гормоны женского организма какие же это гормоны это эстрогены андрогены прогестерон лютеинизирующий гормон фолликул стимулирующий гормон пролактин и другие окситоцин есть вазопрессин который влияет на работу почек все это очень важно для того чтобы организм женщины был здоров каждый из этих гормонов важен в определенном цикле жизни женщина в определенном ее возрасте но все это определяет женское здоровье очень много об этом уже говорили у нас были не раз вебинары по этой теме и сегодня я несколько другом аспекте хочу вам рассказать о этой проблеме по большому счету все проблемы женского организма можно разделить на две группы проблемы связаны с инфекционным агентом и вторая группа это те проблемы которые связаны с гормональными нарушениями сюда у нас относятся аднекситы различные вагиниты циститы здесь уже есть самые разные проявления которые связаны с разными периодами жизни человека это и различные нарушения в менструальном цикле у молодых женщин это различные климактерические нарушения которые тянут за собой различные проявления и патологии соматических органов это патология молочных желез и так далее хочу напомнить вам какие же основные возбудители могут быть причиной воспалительных заболеваний это условно патогенная флора например кишечная палочка это класс бактерий сюда относится гонококи хламидии это простейшие уроплазма микоплазма трихомонады это кандида которая относится к глазу грибов и различные вирусы герпеса цитомегаловирус вирус папиллома человека но очень часто в последнее время происходит вот такое сочетание или никс инфекции они могут находиться друг в друга как матрешки и все вызывают то или иное состояние воспалительные заболевания у женщин и конечно же требуют нашей коррекции и программы которые направлены на устранение этих причин называют этиологические по данным тестированием или лабораторным анализом соблюдая принцип этапности работы с инфекционным агентом при хронической патологии и при острой патологии в зависимости от возбудителя вызовавшие это обострение частота наших программ может колебаться от 1-2 раз в сутки если это хронический процесс и если это острое состояние то до 4 раз в сутки на фоне конечно же программ по детоксикации по программы которые направлены на улучшение или коррекцию иммунной системы добавляются антисептики воспаление регуляция кислотно-щелочного равновесия регуляция работы органов фильтров печени почек лимфатической системы какими же разделами мы пользуемся в этих случаях кроме детоксикации одной из основных программ здесь является лимфа и детокс детоксикация межклеточного матрикса мы обязательно должны использовать программы которые находятся у нас в разделе гинекология это воспаление или адмексид вагеноз если это грибковое поражение воспаление органов малого таза молочница полип шейки матки который чаще всего вызывается папиллома вирусом человека и очень часто является причиной рака шейки матки это программа урогенитальное воспаление цервицит сальпингоафорит эндометриоз и раздел урология мочевой пузырь цистит хронический цистит уротрит очень часто эти два раздела гинекология урология очень часто они между собой во первых связаны близком расположении очень часто патология которая начала здесь переходит на мочевой пузырь вызывая у женщин циститы уротриты и хронические циститы поэтому мы используем и один и второй раздел кроме этого нам очень важно откорректировать психоэмоциональное состояние женщины и энергетическое поэтому это направление нашей схеме коррекции также должно присутствовать должны откорректировать работу пищеварительной системы и гепатобилиарной системы должны улучшить или восстановить работу эндокринной системы поэтому нужна и эндокринная коррекция и конечно же симптоматическая коррекция в зависимости от тех проявлений которые есть у конкретного человека терапевтические программы раздел гинекология направлен также на решение проблем связанных с состоянием женщины разной периоды жизни это может быть молодые женщины или женщина при климактерическом и климактерическом периоде поэтому если это молодые женщины у нас могут быть одни программы если это женщина уже более старшего возраста то идут программы по коррекции различных нарушений связанных с климаксом это климакс базовая климакс приливы то есть ее проявление климакс симптомы приливы жара при климаксе очень часто климакс сочетается с мастопатии фиброаденома поэтому добавляем сюда эти программы ну и у молодых женщин конечно это предменструальный синдром это нарушение цикла в виде аминории дисминории и других программ важнейший раздел коррекции это эндокринология именно потому что наша эндокринная железа щитовидная железа относится к органам эндокринной системы то мы должны регулировать эндокринную систему в целом здесь у нас есть несколько программ мы должны работать с надпочечниками мы можем зайти в раздел эффекты и выбрать нужные программы там явление остеопороза как следствие нарушения эндокринной системы нарушение регуляции обмена кальция и другие программы только такой комплексный подход к коррекции состояния щитовидной железы может привести к улучшению состояния женщины и не только женщины но и любого другого человека у кого возникли проблемы щитовидной железы давайте же не будем забывать о законах природы о балансе и гармонии тогда наше физическое и психическое здоровье не будет страдать не будет болезненных перекосов и нарушений и пусть формула с любовью дарить и с благодарностью принимать поможет вам отрегулировать отношения с окружающим миром семьей близкими людьми ведь изящество и красота не могут быть отделены от здоровья вот такая у нас с вами сегодня была интересная важная тема тема которая очень часто поднимается в последнее время особенно в прессе потому что проблемы недостатка йода проблемы связаны с загрузнением отрицательной окружающей среды с интоксикацией нашего организма последнее время к сожалению все больше и больше возникает и только владея вот такими новыми технологиями которые есть у каждого из нас пользователей приборов приборов биомидис могут помочь человеку восстановить свое утраченное здоровье я благодарю вас тех за то что вы пришли на и прослушали сегодняшний наш вебинар желаю вам чтобы вы всегда были молоды как можно дольше были молоды здоровы энергичны сохраняли свою красоту и приглашаю вас на следующий наш вебинар а сегодня я с вами прощаюсь до до свидания до новых встреч